Всем привет! Меня зовут Вера. В этом видео покажу, как оформить стену молдингами. Если это видео будет полезно, ставьте лайк и пишите ваши комментарии. Приятного просмотра! Сделаю вместе с вами правую сторону своей стены. Купила молдинги в Леруа Мерлен. Более широких понадобится, меньших. Я буду клеить только в центр, а основную часть буду делать размером 1,7. Помимо молдингов нам понадобится клей, пистолет для клея, стусло, на котором мы будем вырезать углы, карандаш, метр, табуретка, уровень, малярный скотч и тряпка, чтобы вытирать лишний клей. Делю стену своей гостиной на две части. Размеры могут быть абсолютно разные, я исходила из размеров своей стены. Меряю всю часть стены, определяю центр, отмечаю карандашом. Отмечаю все-все размеры, где буду клеить молдинги. Начинать с центральной части. Беру широкий молдинг размером 3,8. Разрезаю носик клея и вставляю в пистолет. Беру широкий молдинг, его я резать не буду. Не жалею клея на молдинг, чтобы клей хорошо сцепился со стеной. Отступая по 5 мм от каждого края, это нужно для того, чтобы при нажатии клея не вытекал за края. Приклеиваю ровно по отметкам, которые делала. Можно вымерить все уровнем, но у меня стена не очень ровная, поэтому буду ориентироваться, чтобы было ровно визуально. Приклеиваю второй центральный молдинг и хорошо прижимаю к стене. Наклеиваю малярный скотч и жду, чтобы молдинг хорошо закрепился на стене. Убираю остатки клея тряпкой. Стык двух молдингов потом зашпаклюю шпаклевкой. Я дублирую через каждые 10 см отметки размеров, чтобы потом было легко клеить молдинги. От центральной части вниз и от нижнего молдинга наверх я отступаю по 7 см. Беру тоненький молдинг и определяю длину. Я буду вырезать углы по 45 градусов с каждой стороны. Тут важно отметить, что боковые молдинги будут повторять угол наклона верхнего и нижнего молдинга. А у верхнего и нижнего молдинга углы будут смотреть в разные стороны. Карандашом отмечаю наклон угла. Стусло в этом деле незаменимое приспособление. Я буду класть молдинг в стусло, находить угол 45 градусов и распиливать, вставляя пилу в прорези. Отмеряю длину вертикального молдинга. Буду резать углы, как показано на картинке. Нижний горизонтальный молдинг будет такой же, как и верхний. Их можно отрезать сразу же вместе. Нижний молдинг у меня был не всей длины, поэтому я покажу, как приклеить маленький кусочек. Отмеряю угол наклона и у стусла ищу прямой угол. Прижимаю маленький кусочек угла к основной части, чтобы два угла плотно прижались. Наверху делаю все то же самое, только эта часть у нас будет больше и прямоугольник будет больше, так как здесь от стены и до центра расстояние больше. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok